Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья. И погоди, я понимаю, что у тебя возникают вопросы, Дарья, ты вообще где? Где твоя стена? Где твоя пепочка? И что с твоими волосами? Где твои волосы, Дарья? Давай я немножечко объясню, что вообще происходит. Я приехала, скажем так, на лето, на какой-то неопределённый срок к родителям, где я жила. Я сейчас нахожусь в квартире, где я снимала все свои разборы до того, как у меня появилась стена с календарём. Я приехала. Естественно, я не взяла с собой укулеле, потому что я приехала только с рюкзаком. Победа, привет! Когда билет стоит дешевле, чем твой багаж. И что-то я посидела и подумала, что как же так и чем буду заниматься, как у меня будут выходить разборы. Мне нужно постоянно что-то рыбынькать, трункать. И я подумала, почему бы мне не заказать укулеле через интернет-магазин. Я пока абсолютно не знаю, во что это выльется, что это получится. Или разбор на укулеле, или какой-то анбоксинг. Поэтому сегодня мы с вами выберем и закажем самую дешёвую укулеле с интернет-магазина. Не профессионального. То есть это будет не интернет-магазин музыкального какого-то магазина. То есть это вот Озон, Вайлберис. Что-то вот по типу такого закажем её, естественно. Купим. И последнее. Мы послушаем, как же вообще она звучит. Стоит ли вообще переплачивать его, покупать сразу хороший инструмент. Или можно за полторы тысячи рублей купить великолепный по звучанию музыкальный инструмент. В общем, давай будем сейчас выбирать. Посмотрим, что вообще нам предлагают эти магазины. Анбоксинг от Дарри. Давайте для начала я вам поясню, что я не рекомендую покупать музыкальные инструменты в не специализированных магазинах. То есть те интернет-магазины, Динатон, Мусторг, вообще именно музыкальные магазины, они несут ответственность, что до вас инструмент доедет в целости и сохранности. Но то, что чаще всего покупают там с Азон, нет, Азон Вайлберис это немножко другая тема. Кто покупает китайских сайтов там, Жум, Алиэкспресс, Панда, вот такие вот, которые там китайцы где-то за 3-9 земель отсылают вам укулеле, которые вы купили за 1000 рублей, а нам ещё будет идти 2 месяца, и в итоге вы не знаете, приедет ли она вообще и приедет ли она в целости и сохранности. Поэтому я всё-таки рекомендую именно покупать в специализированных музыкальных магазинах. Но как показывает практика, как мне пишется в комментариях, чаще всего вы покупаете в не специализированных интернет-магазинах. Я не смогу дождаться с китайского магазина, поэтому сегодня я бью сразу двух зайцев и буду покупать не в китайском магазине, а вот именно там Азон, Вайлберис, может сейчас посмотрим на Беру, кстати, в Татарстане, я сейчас нахожусь в Татарстане, есть такой магазинчик, называется Казан Экспресс. Это типа как Алиэкспресс, но только вам доставка за один день. Вот, мы посмотрим на вот этих четырёх сайтах, может быть что-то там есть интересное. Почему я тоже не рекомендую покупать со всяких Азон, Вайлберис? Да, там немножечко ситуация попроще, там представители, допустим, какой-то музыкальной фирмы просто на этой площадке выставляют свой товар. Но опять же, на вот таких именно магазинах очень мало выбора. Чаще всего там некачественные модели представлены, то есть самые там базовые, самые простые за 1000 рублей. Конечно же, мы должны отдавать себе отчёт, что мы не можем купить хороший инструмент за 1000 рублей. То есть за 1000 рублей вам дадут какую-нибудь фанеру, которая вот так вот будет звучать, как дрова на выброс вашей деньги и ваши уши. Но опять же, нам нужно понимать, для чего вы покупаете инструмент. Вы покупаете инструмент, чисто поиграться, чтобы он вас сел на полочке где-нибудь, или пойдёте в поход, то да. То есть покупаем самую базовую, самую простую и дешёвую модель, один раз сыграли, то есть это инструмент на один раз, и нам пойдёт. Если же вы всё-таки рассматриваете инструмент, чтобы на нём играть, на нём учиться играть, то всё-таки лучше раскошелиться немножечко и купить инструмент получше, там, за 3, за 4. Но опять же, цена вам ничего не говорит. Нужно смотреть именно на описание этого товара и с какого материала он сделан. Анбоксинг от Дарьи. Мы с вами будем рассматривать 4 магазина. Напомню, это Беру, Казан Экспресс, Озон и Вайлдберрис. Озон и Вайлдберрис, наверное, оставим напоследок, потому что всё-таки это как бы крупные магазины, крупная площадка различных товаров. Быстренько пробежимся по Беру и Казан Экспресс. Я возьму все ваши ошибки, которые вы делаете. Во-первых, я закрошу интернет-магазин. И я куплю дешёвую укулельку. Объясню почему. Потому что мне этот инструмент чисто по тренкать и убить время, чтобы я на чём-то училась хорошим играть. У меня есть нормальная укулель, которая осталась в Питере. Посмотрим с вами. Для начала беру, что они нам предлагают. У меня есть критерии. Мне дороже 2000 рублей. Это первый. И укулелью я буду рассматривать именно концерт. Потому что сопрано для меня будет слишком маленькая. И да, если у вас какой-то ступор, какой же брать вид сопрано, концерт или тенор, для всех прям по умолчанию будет идеальный концерт. То есть я всегда рекомендую брать концерт. Может, допустим, у вас маленькая ручка. Тогда вам будет удобно сопрано. А если вы большой мужчиной и уже добились всего сами, то возьмите тенор. Но самый оптимальный вариант это концерт. Он пойдёт и маленьким детям, и взрослым детям. В общем, для всех подойдёт концерт. Поэтому я буду брать концерт. И он более-менее по цене будет не сильно отличаться от сопрано. Итак, я хочу купить, конечно же, укулеле. Давайте сразу настроим фильтры. Итак, да, мне производитель абсолютно не важен. Тип укулеле. Размер концерт. И на всё про всё я готова потратить до 2000 рублей. Потому что обычно вы именно такую цену отдаёте за музыкальный инструмент. И при этом говорите, что он хорошо звучит. Он мне говорит, что такого нет. Окей, давай просто возьмём укулеле до 2000 рублей. Что он мне предложит? Ага, смотрите, что он вообще мне предлагает до 2000 рублей. Ну, во-первых, это сопрано. Самые вот такие вот яркие, красочные. Да, кстати, забыла упомянуть. Не совсем рекомендую брать именно вот такие вот яркие и красочные укулеле. Почему? Потому что их чаще всего делают из фанеры. И именно вот эта вот яркая краска скрывает, с какого материала всё-таки сделан этот инструмент. То есть мы покупаем его по внешнему виду. Поэтому хорошего звучания от него ждать вообще не надо. Мы смотрим, что до 2000 рублей на беру в принципе ничего и нет. То есть все до 2000 рублей это сопрано. Именно сопрано, концерт до 2000 рублей тут нет. Окей, давайте мы посмотрим в принципе, какие у нас укулеле есть на беру. Без вот какой-то ценовой категории. Опять же, опять же у нас ни о чём. Не совсем люблю вот такие. Да, есть террис вот чаще всего. Они такие бюджетненькие на один раз, про которые я и говорила укулеле. Есть флайт. Это вам сейчас скажу. Это скорее всего у них серия тревел. Это которые с чехольчиком сразу идут. У них, кстати, у флайт с чехлом всё идёт. То есть да, вот она у них пластиковая. Цена 3000 рублей. Смотрим. Итак, у этой укулеле у нас материал накладки грифа пластик. Материал верхней деки липа. Ну, кстати, в принципе, неплохо звучит этот инструмент. Прикольненько. Взять куда-то в поход, поиграть на свежем воздухе. Самое то... Ну, такое. На любителя. На любителя. Ничего сказать тут не могу. Вот, опять же, возьмём Вестон Куз 25 баллон. Ну, цена у нас уже 2700. Не совсем мне подходит. То есть просто посмотрим, что вообще предлагается. Агатис. Что это такое? Агатис. Ну, я вот честно, или потому что беру инструмент именно для игры, а не для того, чтобы он у меня лежал. Не люблю вот такие раскраски. Вот они прям бесячие. Я обожаю, когда делается инструмент из натурального дерева. Именно расцветка дерева. Это прям самое для меня. Вау. Но когда предлагают какие-то яркие для меня... Точнее, это не для меня. То есть, может, кому-то заходит, но я не рассматриваю вот такой вот инструмент, как для полноценной игры. Опять же, для всех на вкус и цвет карандаши разные. Кстати, на беру, опять же, Flight начали базироваться. Что тут ещё есть? Ланикой. Вау. Вот эти ребята тоже неплохо делают. Тоже выставляю свою продукцию на беру. Ну, и тут и цена, извините меня, 12000 рублей. Ну, в общем, тут, короче, всё понятно. Если брать какой-то инструмент, именно концерт, да, за 2000 рублей мы на беру не найдём. Немного выбора. Ну, в общем, короче, с этим всё понятно. Беру нам в этот раз не подошёл. Давайте посмотрим, что у нас есть на Казан Экспресс. Что нам даётся? Нам тут же сразу собрали и укулеле, и каподастры, и ремешки. Быстренько пробежимся, что вообще тут есть. Опять же, выбор небольшой. То есть, не совсем я люблю такие... А, всё, на этом месте выбор. Ну, давайте смотреть, что тут есть. Опа. Причём он мне написал укулеле концертное. Я не очень люблю, когда говорят именно концертное. Он мне предоставил более-менее вариант по цене, про качество, пока молчу. Есть у них на Казан Экспресс укулеле концертный тутти. В таких вот расцветках. И цена 1740 рублей. Цена меня устраивает, что этот концерт тоже устраивает. Расцветка пока не совсем устраивает. Давайте прочитаем быстренько, что у них тут по составу этого инструмента. Господи, такая убогая расцветка. Я прям не могу. Я не знаю, кто любит её. Верхняя дека липа, нижняя дека и обечайка липа. Отделка матовый лак. Вот тут вот два в одном. Уже не пластик, но однако отделка сделали лак. То есть её краской, ещё лаком вот так вот сделали. И вот такой вот у нас получился вырви глаз расцветка инструмента. Поищем, есть ли на них обзор. Да, кстати, тоже рекомендую смотреть обзоры перед тем, как покупать какой-то инструмент. Нет, это сопрано. Это не то, что мне нужно. Мне нужно именно то, что мне нужно. Ну, понятно, это, короче, сопрано. На концерт именно вот этой модели разбора, по крайней мере, я от Бесника не нашла. Ладно, с этим всё ясно. Будем брать кота в мешке. Так, запоминаем Тутиджи R13. Пока наш вариант. Если не найду что-то другого, что-то лучшее, возьмём его. Окей, я забью на этот раз, что она сделана из лака. Сделана с термоядерным цветом. Ладно, это простительно. Возьмём Вайлберрис. Что предлагают эти ребятки нам? Не знаю, пока такое себе. А что, на этом всё? Что-то как-то скудненько. Если мы ещё за эту цену найдём с чехлом укулеле, но это прям вообще будет выше пилотажа. Выбора не очень. Ага, смотрите. Точно-точно такую же мы смотрели на Казан Экспресс. Укулеле Тути GR13. Она стоила там 1740 рублей. Точно такая же. Может, рассветка чуть-чуть другая. Тут же она стоит 2180 рублей. То есть, мы переплачиваем. Зачем? Зачем? И на этом всё. У нас есть с вами последний вариант. Озон. Посмотрим, что они нам предлагают. Да, у них уже немножечко другие. Сразу вижу Вики какие-то. Тут есть тоже Тути, но уже Сопрано. За 1540 рублей. То есть, мы можем, по идее, переплатить 200 рублей. Взять этой же фирмы, но концерт. На самом деле, это так ущербно выглядит. Я не могу. Я прямо... Ага-га-га. Но опять же, смотрите. В чём проблема? Вот такие магазины, они не совсем точно понимают, что за товар они везут. Могут, конечно, написать. Окей, там, будьте аккуратны. Возможно, это так. Возможно, не так. Просто к чему веду, когда вы покупаете музыкального конкретного интернет-магазина, то есть, они понимают, что это музыкальный инструмент, их компания доставки, с которыми они сотрудничают, тоже знают, что это музыкальный инструмент, поэтому более как-то к этому серьёзно относятся. Тут очень сложно, в общем, сказать, приедет она мне покоцана или нет, потому что я покупаю не напрямую в каком-то интернет-магазине, а у какого-то продавца ЕП Монашев Анатолий Владимирович, между прочим. То есть, я вообще не знаю, кто это. Короче, ладно, всё понятно с этим. Выбора толкового нет. Вообще, это хорошо, что я что-то нашла до 2000 рублей. Окей, давайте мы её закажем. И уже будем смотреть, стоит ли вообще брать на таких вот интернет-магазинах. Анбоксинг от Дарьи. Короче, у нас вот такая вот... Индиктакс, прикольная коробка. На этом всё. Чехла, естественно, нет. Ну, а что вы хотите за 1740 рублей? Вам струну поставили, скажите спасибо на этом. Итак, в таком чудесном пакетике, что вам нужно обратить внимание, когда вы покупаете любой инструмент? Ну, во-первых, внешний фактор. Есть ли на нём сколы? Нет ли каких-то трещин, царапин? Обязательно обращайте внимание на вот этот вот отдел между грифом и корпусом. То есть, на вот это вот крепление, чтобы ничего не отходило, ничего было не треснуто. То есть, чтобы было всё в порядке. В принципе, всё вроде хорошо, касаемо корпуса. Ну, а теперь, на что нужно обратить внимание, касаемо грифа. Следите, чтобы вот эти вот разграничения по ладам, они были гладкие, не выпирали. Вот так вот провели руками. Ага, ничего не выпирает, не задирается ничего. То есть, какие-то царапины на пальцах не оставляет. То, что нужно. Если у вас оставляет царапина, значит, они не прошлифовали. Ребята, которые делали вам это укулерией. Ну, это, конечно, плоховато. Придётся напильничком поработать. Короче, я на грифе нашла небольшой скол. Вот, пожалуйста. Это не совсем критично, но обидно. Опять же, смотрите, потому что я заказала из интернет-магазина. Штока сам внутри. Клей почти нигде не выступает. Конечно, выступает, но не так много, как я думала. Короче, смотрю сразу, что вот это вот матовое покрытие лакированное, да, короче, оно сделано за слаком, оставляет следы от моих пальцев. Видите, я вот сейчас вот так вот поделала. Не потому, что у меня какие-то пальцы, там, потные или жирные. Нет. Вот я просто вот так вот провела и она ставила след. Короче, из этого можно сделать вывод, что теперь оно у вас будет постоянно с отпечатками пальцев. Что касаемо колков? Ну, колки, как бы, такое. Такой момент касаемо колков, когда вы, допустим, пойдете в любой оффлайн-магазин, да, прям своими ручками будете трогать инструмент, обратите внимание, чтобы колки, они легко не поворачивались и не проворачивались. Если они проворачиваются и легко вот так вот крутятся, вертятся, это значит, что ваши струны просто не будут держаться. То есть они просто будут расстраиваться, и вам придется постоянно ее настраивать. Что тут по струнам? Ну, они совершенно не настроенные, о чем я вообще говорю. Я вообще думаю, что есть ли у меня смысл ее настраивать заводскими струнами. Потому что у меня есть старый-старый, наверное, год-два назад или год, покупала набор струн для укулелея, просто чтобы были. То есть мало ли у меня что-то порвется или что, я вот думаю, может, лучше мне сразу поставить все струны. Я не могу сказать, что они вау-качество, это вообще какая-то элис, укулелея стринг, что-то там, вот такие вот. Но это будет намного лучше, чем вот это. Поэтому сейчас я поменяю струны, настрою ее и уже посмотрим вообще, как она что-то будет звучать. А тут, знаете, можно даже колки не выворачивать, не проворачивать. Короче, ее в принципе не настраивали, то есть вот они, пим-пим-пим, леска какая-то натянута, то есть могу просто с легкостью убрать эти струны и все. То есть мне ничего проворачивать колки не надо. Вот я сейчас струну сняла и немножечко видно, конечно, что они гладко все прокрашено, как-то все сикось-накось. Вот я прям дальше сейчас подсниму. Да, вроде гриф ровный, не скошенный. Это, кстати, очень важно, да, следите, чтобы вот когда вы смотрите, вот так вот он стремен, чтобы гриф в какую-то сторону не вилял, не петлял, это плохо. Ну, на этом все. Кстати, они криво прикрутили немножко колок. Ну, давайте я сейчас поменяю и посмотрим, может из этого что-то и получится. Кстати, пока я сейчас убрала струны, заметила, что они очень криво их закрепили. То есть обычно, когда закрепляют струны, их делают в одном направлении. Допустим, начиная с четвертой и делают в одном направлении, чтобы было все как бы воедино. А тут наоборот получается, что они взяли третью, вторую и первую струну, завели ее по четвертую, четвертую вообще сделали под остальные. То есть по идее лучше надо было сделать, начать с четвертой и завести их в одном направлении, чтобы это было нормально. И если бы я оставляла вот эти струны, то мне бы пришлось это подрезать, иначе бы мне это все задевало и резало. В общем, было бы мне неудобно играть. Сейчас я поставлю нормально струны и вам покажу, как должно быть. Скажу сразу, я не совсем умею менять правильно струны. То есть я всегда тоже смотрю каждый раз туториал, как менять струны. Но я надеюсь, вы мне поможете, если вам надо. Я изучу этот вопрос. Я простым языком вам объясню, как что меняется. Короче, что вам нужно пока знать. Начинаем с четвертой струны. Делаем тут закреп, ведем сюда. Делаем тут закреп и делаем 4, 3, 2, 1. То есть меняем четвертую, третью, вторую струну и первую соответственно. Да, не нужно, вот вы натянули, допустим, четвертую струну и сразу ее настраивать на нужную ноту. Так делать не надо, иначе у вас ваш укулеле за полторы тысячи рублей просто разорвет. Потому что тут идет разное напряжение. То есть вам тут с одной стороны ее давит четвертая струна. С другой стороны ее ничего не давит, потому что вы еще не поставили никакую струну. В общем, имейте в виду, если что, это видос не туториал, как поменять струны, а мы вообще пытаемся что-то из этого сделать нормальный звук. Из укулеле за 1740 рублей. Да, я буду всегда говорить, что она стоит 1740 рублей, потому что пока я не знаю, чего ожидать. Или это была моя самая лучшая покупка, или я просто выбросила деньги на ветер. Вот сейчас мы поменяем струны и узнаем. Да, конечно, я сейчас закреплю все эти струны, обрежу вот эти сопли, чтобы мы не играли потом вот таким вот образом. Ладно, шевелюры, как у меня прямо сейчас. А чтобы это было все аккуратненько. Чаще всего люди на этом останавливаются, то есть она у них так звучит, укулеле, но и так делать не надо. Ну вот, я поставила струны, заметьте, это намного лучше выглядит. То есть я начала с четвертой струны, оставляла кусочек, третьей тоже самое оставляла кусочек, и потом по итогу все эти струны я завела друг по другу. А первую струну завела во вторую и третью. Единственный момент, отрезать вот эти сопли, лучше не как я первым попавшими ножницами, то чтобы было дома, а, конечно же, кусачками. Если кусачек нет, то надо как-то попытаться это сделать все нормально, чтобы у вас не вставлялись такие зазубренные. То есть потом, когда у меня будут кусачки, я это, конечно, подрежу. В общем, просто если это так оставлять, то вам будет травмироваться вот тут вот рука, если вы делаете огромный взмах, и вот тут вот у меня тоже будет травмироваться, если ставить просто так. Но я это потом подправлю, и будет супер круто, классно. Анбоксинг от Дарьи. Я начала настраивать укулеле. Могу дать небольшой совет, если вы поменяли струны, или только-только купили инструмент, не нужно сразу настраивать одну струну на точную ноту. То есть что я имею в виду? То есть вы поставили первую струну, и крутите, вертите, и крутите, вертите, до тех пор, пока у вас не будет звучать как А, но если вы берете стандартный строй. Чтобы весь груз, вся эта сила равномерно распределялась по грифу, иначе если у вас укулеле супер дешево, у вас может просто отломаться тут, и все. Финита ля комедия, игры никакой не будет. В общем, чтобы все равномерно у вас распределялось, вам нужно постепенно, в хаотичном порядке, то есть я, допустим, настроила чуть-чуть на какую-то приближенную ноту к моей, нужную, допустим, где-то С, но мне нужна ля, то есть я ее оставила немножечко, пусть она немножко порастянется. Приступила, допустим, к третьей струне, тоже покрутила, повертела к приближенной моей нужной ноте, а если, то есть у меня нужна нота до С, я там покрутила, допустим, соль какой-то октавы, то есть опять вижу, что натяжение немножечко произошло, супер, вот так вот немножечко потрясла струну, чтобы она начала равномерно тянуться, потом опять вернулась, допустим, ко второй струне, тоже ее потянула, покрутила, повертела, к четвертой покрутила, повертела, Потом опять к первой покрутила, повертела. И таким образом потихонечку-потихонечку я прихожу к нужной ноте. Чтобы у вас все было ровно-плавно. Иначе, если вы, допустим, тянули-тянули первую струну, она, во-первых, может порваться. Да, такое на укулеле тоже бывает. И, во-вторых, велика вероятность, что у вас просто сорвет гриф. Потому что было сильное напряжение с одной стороны. То есть все равномерно мы распределяем. Итого, я ее более-менее настроила. Естественно, сейчас будут растягиваться вот эти все струны. Нужно будет какое-то время, чтобы они более-менее начали держать строй. На данный момент очень сложно сделать какой-то вывод. Поэтому я, наверное, сделаю его завтра. Пока что я заметила. Короче, звук глухой. То есть это не зависит именно от звучания ноты какой-то. Вообще сам по себе звук глухой. То есть он... Он... Из-за того, что у меня сразу был более-менее нормальный инструмент. Я имею в виду сейчас не Flight, а вообще самый первый. У меня более-менее уже сложился кое-какое мнение о звуке. Ну, то есть он... Ну, он обычно. Он, короче, пока такой приплюснутый. Хоть я уже и поменяла струны. Я не знаю, как бы это звучало укулеле вообще. С заводскими струнами вот такими вот непонятными. И что-то вот как-то нет такой вот изюминки, как есть у моей Flight. Конечно, я понимаю, очень глупо сравнивать, да, вот эти две модели. Они совершенно разные по цене и по качеству. Но могу сказать, что он прям, ну, он очень плоский. То есть... И что-то все, и растворился. То есть нет вот длины звучания. Он очень быстро тухнет. Он что-то тут вот где-то гуляет-гуляет этот звук. И все, испарился. То есть он не растворился, а испарился куда-то непонятно куда. Я понимаю, что это мои уже закидоны музыкальные. Но, блин, она, конечно, звучит плосковато. Плосковато. Анбоксинг от Дарьи. Настал следующий день нашего укулельного анбоксинга. Какой могу, в принципе, итог сказать по вот этой вот укулеле? Вчера мне показалось, что она звучит очень глухо. Особенно третья струна. Не знаю, или, возможно, я уже прикапываюсь. Но мы можем с вами провести небольшой эксперимент. Сейчас я сыграю несколько там песен и мелодий на этой укулеле. И у меня есть те же самые песни и мелодии, сыгранные на моей укулеле Flight. И мы по итогу с вами сравним, какой же звук все-таки ярче, какой глуше. Обязательно напишите в комментариях. Может быть, я сильно пристала к этому звуку, а звучат они одинаково. Вот посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в комментариях. 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 то имейте ввиду чехла там нет, вам придется его докупать потом. Unboxing от Дарьи. Кстати, хотела отметить тот факт, что вы очень много пишите в комментариях типа Дарьи, я вот купила свою укулеле за 1500 рублей, она обалденно звучит, строит, все отлично, все кайф. Смотрите, почему вы так думаете? Для вас она действительно может круто звучать, но почему для меня она будет звучать как дрова? Потому что у меня есть чем сравнить. Это на самом деле всегда так. Что-то вы новое для себя открыли, допустим, купили гитару или купили укулеле свою первую. Естественно, вам не с чем сравнить ее звучание, как она у вас держит в строй. В общем, ее с ног до головы как бы обозреть. И я прекрасно вас понимаю, почему вы именно мне такое пишите. Потому что, скорее всего, это ваша первая укулеле, и вам просто-напросто не с чем ее сравнить. То есть, конечно, у меня, когда я давным-давно решила начать играть на гитаре, мне купили первую гитару, и для меня она звучала просто божественно, как будто ангелы спустились с небес. Я действительно всей душой и сердцем кайфовала от этого звука, потому что это была моя первая гитара. Но когда мне брат подарил свою вторую гитару, я тогда поняла, что это просто небо и земля по звучанию, по вообще, в принципе, внешнему фактору, ну, конечно, ценовая категория была разная. Я поняла, что вот тогда моя первая гитара оказалась просто божественным звучанием, и когда у меня появилась тем, с чем можно сравнить, что, ну, конечно, да, звучание абсолютно разное. То же самое и в укулеле. Я вот сейчас купила за 1740 рублей, и вот та, я не помню уже сколько она тогда была, я могу сравнить, потому что я понимаю, что, ну, звук, конечно, глухой. Тоже какие-то косяки по строению еще вот тем самым. В общем, что я хочу сказать этим. Если вы считаете, что ваша укулеле бомбически звучит, это потрясающе. Когда у вас появится новая вторая, там, укулеле, если вы захотите, то вы поймете, что вот она звучала, конечно, самая первая ваша, конечно, как дрова, но на тот момент она для вас была кайфовая. Вот, что имею в виду. Поэтому не нужно думать, что все инструменты за 1500 рублей кофево звучат абсолютно не так. Это просто не с чем сравнить это, и все. Вот такой вот сегодня у меня видос получился, образовательно-развлекательный. По итогу не могу я вам рекомендовать от души и сердца покупать именно вот этот вот инструмент. Она, конечно, дроваатая. То есть, как дрова немножко звучит? Но мне пойдет, потому что беру, что дают. Ну, я ее покупала. Это не проплаченный обзор, поэтому я могу с ног до головы облить грязью. Надеюсь, вы поняли мой посыл. Играйте хорошую музыку, играйте на хороших инструментах. Если вам понравился этот видос, обязательно, пожалуйста, скиньте его другу, подруге, которая собирается покупать укулеле. Возможно, для них что-то будет новое сегодня, что я сказала. Подписывайтесь на канал. У меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, и мы медленно, но верно к ней идем. Спасибо вам огромное за это. Можете написать в комментариях, да, какая лучше укулеле звучала. И вообще, в принципе, откуда у вас укулеле, какая у вас укулеле. Может, какие-то новые фирмы появились, пока я тут болтаю. Ну, а если вы хотите, чтобы я заметила именно твои укулельные старания, то ты можешь выучить любую абсолютную песню с моих разборов, записать к себе и выложить в инстаграм, отметить мой профиль Даши Кирпич, и тогда я тебя замечу. Все очень просто. Ну и последнее. Если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty, как делают вот эти уже ребята. Спасибо им огромное за это, и каждого благодарю и готова расцеловать. Спасибо, что вы мне помогаете делать все эти видосы. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. 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 Пока.